Добрый и жаркий вечер. Пусть на исходе августа, но архангельская погода все же позволила внести ноту настоящего лета в приветствие. В эфире программа о главном. Архангельская область вошла в десятку лучших регионов России по выполнению майских указов президента. Отмечены успехи региональных властей сразу по двум направлениям работы. Архангельская область по рейтингу компании «Медиалогия» заняла седьмую строчку в совершенствовании системы государственного управления. Так, эксперты оценили работу по активному развитию в Поморье региональной сети многофункциональных центров, которые обеспечивают северян государственными и муниципальными услугами по принципу одного окна. Девятое место в общероссийском рейтинге по направлению «Жилищное строительство» эксперты присвоили региону за счет ежегодно растущих темпов домостроения. По данным Архангельск-Стата, в январе-июле 2015 года в нашей области введено в эксплуатацию более 168 тысяч квадратных метров жилья, на 17,5% больше, чем годом ранее. Кроме этого, объемы жилищных строек наращиваются в рамках нескольких областных программ создания для застройщиков инженерной инфраструктуры и участия в проектах федерального центра. Стоит добавить, что рейтинги компании «Медиалогия» построены на основе информации с более чем 26 тысяч источников различных СМИ. Знаковые перемены в аэропорту Архангельск, а именно так называется главная воздушная гавань областного центра. Так вот, серьезную модернизацию прошел перрон, работы призваны повысить комфорт авиапассажиров и безопасность технического обслуживания самолетов. Замечу, что реконструкция перрона стала частью региональной программы развития авиасообщения на севере. Два года работы, реконструкция 127 тысяч квадратных метров аэродромного покрытия и вот он, современный перрон аэропорта Архангельск. В его составе 29 мест стоянок, которые оборудованы современными техническими средствами обслуживания воздушных судов. В ритуале официального открытия организаторы обошлись без перерезания традиционной, в таких случаях, красной ленты, заменив ее настоящей радугой. А далее по-флотски бутылка шампанского на счастье. Поздравляем вас! Я вас! Молодец! С реконструкцией перрона у аэропорта появились возможности по обслуживанию новых типов воздушных судов. Все это часть большой работы по созданию в области региональной системы авиасообщения. Который будет базироваться на трех основных точках. Это город Архангельск, естественно, со всеми коммуникациями, связанными в том числе и с международными перевозками, межрегиональными. Это город Котлас, который мы сегодня очень активно развиваем. И он является одним из дочерних предприятий аэропорта Архангельск. И предстоящая передача в областную собственность и развитие города Вельска, аэропорта Вельска. Стратегия, представленная на федеральном уровне, получила поддержку президента России Владимира Путина. После того, как завершится работа по передаче в областную государственную собственность, в федеральную собственность аэропорта и других авиационных активов, здесь появится возможность привлечения дополнительных инвесторов. Здесь появится возможность финансирования напрямую областных средств в развитии этого аэропорта. Стратегия реализуется уже сегодня. После 20-летнего перерыва открылся маршрут Архангельск-Котлас-Сыктывкар. Появился новый – Котлас-Петербург. В планах еще два – на Ярославль и в Калининград. А в аэропорту Архангельск уже через месяц начинают строительство современного международного пассажирского терминала, который расположится между двумя существующими. Оказывается, на знаменитый литературный вопрос, от чего люди не летают, в 21 веке получен вполне прагматичный ответ – летают, да еще как. Поэтому о настоящем и будущем аэропорта Архангельск поговорим с его генеральным директором В.Г. Петросяном. В.Г. С.В. В.Вич, добрый вечер. Сразу хочу уточнить, завершение реконструкции перрона аэропорта означает появление новых возможностей для нашей рогавани? Безусловно, для нашего аэропорта появятся новые возможности. Это возможности по обслуживанию новых типов воздушных судов, но самое главное, что у нас появляется возможность по повышению уровня безопасности полетов и качества обслуживания. Новые суда означают, что более разнообразный тип самолетов будет прилетать в Архангельск. Абсолютно верно. Так как проект очень масштабный, очень большой, и в истории предприятия такой масштабной конструкции не было, то сегодня уже мы работаем над тем, чтобы само нахождение пассажира в аэровокзале и сам маршрут пассажира от аэровокзала до воздушного судна стал намного комфортнее. Насколько я понимаю, вся эта работа коррелируется с работой над созданием региональной сети авиамаршрутов. Какая роль в ней отводится аэропорт Архангельск? Аэропорт Архангельск уже отведена очень серьезно, очень ответственная роль в развитии региональной авиации. Относительно недавно мы при поддержке губернатора Архангельской области приобрели основные активы аэропорта Котласа, это 13 активов, в том числе взлетно-посадочная полоса и аэровокзал, и уже через месяц мы восстановили работу этого аэропорта. И сегодня аэропорт Котлас – это южный такой транзитный аэропорт на юге Архангельской области с авиасообщениями с Санкт-Петербургом, Архангельском, Сыктывкаром. И это одна часть стратегии развития региональной авиации. Основной задачей, целью стратегии реализации является объединение, консолидация и развитие всех аэропортов и посадочных площадок Архангельской области. И, соответственно, под единым управлением. Это как такой очень интересный бизнес-проект, так и, учитывая сложную географию, в том числе авиационную Архангельской области, очень важный, крайне нужный социальный проект. Вот сразу хочу спросить, каких новых авиамаршрутов нам ждать, и может быть в самое ближайшее время уже? Мы в этом году уже хорошо поработали по расширению географии полетов из аэропорта Архангельска. У нас появилось регулярное авиасообщение с Крымом. Мы открыли новые авиарейсы ночные в Москву и Санкт-Петербург. К нам пришла авиакомпания «Победа» с дополнительными рейсами на Сочи и в аэропорт Внуково. И у нас сейчас есть авиасообщение со всеми аэропортами московского авиозла. От Шереметьево, Домодедово, Внуково. В сентябре мы начинаем летать на Ярославль. В октябре мы начинаем летать в Вьетнам. То есть такая работа ведется, но здесь очень важно правильно расставить приоритеты, потому что в гонке за объемом можно упустить позиции по качеству. А для нас, говорю это совершенно искренне, самым важным и приоритетом является качество и безопасность нашего пассажира. Я знаю, что в аэропорту Архангельс должен появиться новый терминал. Это международный аэровокзал. Когда и где он появится? Абсолютно верно. Мы над этим сейчас очень плотно работаем. У нас в параллели с федеральной целевой программой мы закончили локальную реконструкцию нашего федерального аэровокзала внутри их авиалиний. И он стал просторнее, светлее. Мы установили дополнительно современное оборудование, открыли новый комфортный бизнес-зал. Но то же самое сказать про международный, к сожалению, сказать не могу. Там у нас катастрофически не хватает площадей. Мы стараемся, работаем. Открыли там тоже бизнес-зал, сделали, установили выдачу багажа, тоже современное оборудование. Но вокзал он устарел морально и необходимы нам новые площади. Поэтому делаем все для того, чтобы в этом году уже начать строительство, возведение этого павильона и в следующем году уже закрыть контуры и разгрузить международную аэровокзал. Где этот павильон появится? Он появится между действующим международным терминалом и терминалом федеральных и внутренних авиалий. Насколько я знаю, аэропорт Архангельск в тройке крупнейших аэропортов Северо-Запада. У нас практически по всем показателям, если говорить о производительности, то да, то мы первые на Северо-Западе. И мы единственные на Северо-Западе, не берем Санкт-Петербург, аэропорт, где полноценно функционирует телескопический троп. То есть мы, я имею в виду Архангельска, Север, мы интересны серьезным игрокам на рынке Альбер-Запада? Абсолютно верно. Если конструкция нашего павильона, он сейчас стал идеальным, мы бы стали более интересны. Ну что ж, больше, как можно больше вам идеальных проектов, потому что все они напрямую касаются у нас северян, которые желают воспользоваться таким удобным самолетом. Спасибо. Спасибо большое. Генеральный директор главной воздушной гавани Поморья аэропорта Архангельска ВГП Тросян рассказал о том, как будут летать северяне. Далее поговорим о новых перспективах в машиностроительной отрасли Поморья. Компания «Трактора Деталь» представила главе региона Игоря Орлову свои наработки в сфере производства лесозаготовительной техники. Предприятие уже более 15 лет занимается поставкой автотранспорта для лесных и дорожных работ. Все это подтолкнуло к мысли заняться собственным производством. Эта машина в считанные секунды перерабатывает некондиционный лес в щепу, который может использоваться как топливо. Агрегат частично сделан из импортных деталей, но все-таки это свое собственное производство. Завод компании «Трактор Деталь» уже с будущего года готов запустить щепорубочную машину в серийное производство. А еще в планах собирать здесь, в Архангельске, технику под брендом крупнейшего мирового производителя транспорта для лесных и дорожных работ компании «Джон Дир». Мы, в принципе, постоянно с ними ведем переговоры о колонизации продукта, о сборке, то есть это и строительные техники, и исключительные техники. Именно пытаемся на базе Архангельской области создать такое предприятие. То есть, надеюсь, совместными усилиями с правительством, как бы нашими, и с «Джон Диром» что-то сдвигнем с места. Среди техники, которые снабжает Архангельскую область, тракторы «Деталь» и мини-котельные, работающие на биотопливе. А это уже шаг в развитии локальной энергетики. По мнению главы региона Игоря Орлова, планы компании необходимо поддержать на уровне правительства области. Опыт компании «Трактор и деталь» свидетельствует о том, что высокотехнологичное производство в Поморье – реальность уже сегодняшнего дня. Наш регион получит новые инвестиции, новые налоговые поступления, новые рабочие места. Уверенность в завтрашнем дне и позиционирование нашего региона в том сложном и непростом рынке, которым является лесное машиностроение. Кроме того, крупноузловая сборка и собственное производство лесной и дорожной техники в перспективе позволят успешно решать вопросы импортозамещения. От спецмашин к более привычному варианту – автотехники. Салоны рейсовых городских автобусов должны стать чище, а поездки комфортнее и безопаснее. Активисты общественного движения «Здоровый автобус» включились в борьбу за наведение порядка на рынке пассажирских автоперевозок. Общественному движению «Здоровый автобус» едва исполнилось три месяца. Но даже за этот короткий срок его активисты уже провели более 30 рейдов на городских автобусных маршрутах. Выявлено свыше 150 нарушений лицензионных требований, а также правил дорожного движения. По прошествии этих рейдов на каждый автобус мы будем клеить вот подобную наклейку. Это означает то, что автобус проверен. Автобус соответствует нашим понятным и простым требованиям, которые также предложили нам наши горожане, пассажиры общественного транспорта. С вступлением в силу изменений в федеральном законодательстве по автопассажирскому транспорту контролировать его станет проще. Стимулировать вежливость и порядок со стороны водителей и кондукторов автотранспортники планируют и за счет повышения внутренней конкуренции в трудовых коллективах. А для этого нужны свободные рабочие руки. Возможно, что и мы на свои автобусы будем тоже приглашать страны граждан. Буквально где-то месяц назад люди приехали, сдали на права и вступили в трудовую деятельность. Общественники же будут координировать свою деятельность с властью. Представители движения вошли в состав рабочих групп по вопросам пассажирского транспорта при главе региона и областном собрании депутатов. В Архангельске продолжается обсуждение программы развития области главы региона Игоря Орлова. В очередной дискуссии приняли участие ветераны локальных войн из общественной организации «Боевое братство». «Боевое братство» входит в число учредителей Ассоциации общественных организаций за развитие Архангельской области и вместе с другими общественниками активно включилось в обсуждение программы действий Игоря Орлова до 2020 года. С огромным уважением мы все относимся к людям, которые прошли интернациональный долг, выполняли в Афганистане. Но есть проблемы, которые они не могут решить у себя внутри. Хотели бы вот такое предложение к вам обойти, чтобы создать программу реабилитации такой в области. Инвалидов в боевых действиях, их порядка 200 человек, мы считаем, что они должны тоже, как и семьи погибших, быть окружены заботой. Игорь Орлов предложил наладить взаимодействие общественных институтов, Минздрава и правового департамента правительства области для того, чтобы совместно разработать необходимые законодательные инициативы в решении этого вопроса. Если для этого нужно расширить круг вот этих вот гарантий, круг тех решений, которые необходимы для членов вашей организации, то, конечно, мы к этому готовы. Еще одна из застарелых проблем – жилищная. В 2005 году ветераны локальных войн, на сегодня их в области около 13 тысяч человек, утратили льготы при выделении жилья. Преференции оставили только для инвалидов в боевых действиях. Общественники предложили проработать механизм социальных гарантий для всех и включить его в программу развития области. Сейчас такой закон разрабатывается, мы там соответствующие преференции предусмотрим. В конце встречи участники подробно обсудили вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Боевой опыт ветеранов – большая опора в этой работе. Кстати, вопросы патриотического воспитания детей и молодежи на этой неделе получили вполне предметную поддержку. В Архангельске создан Попечительский совет регионального отделения российского военно-исторического общества. Возглавил его глава региона Игорь Орлов. Первое заседание совета прошло в гостином дворе. Утверждение плана работы, а именно ему было посвящено первое заседание Попечительского совета регионального отделения российского военно-исторического общества – дело куда как важное. Особенно сегодня, когда президентом России ставится четкая задача – воспитывать настоящих патриотов. Это, с одной стороны, некая традиция возвращения к тем важным скрепам, о которых говорил президент в своем послании. А с другой стороны, это еще и ответ на те вызовы, которые сегодня бросаются, предлагаются нашему обществу. Сегодня перед нами стоит задача защитить свою историю, защитить свои духовные, культурные ценности. Сегодня в Поморской столице правительство региона совместно с Российским военно-историческим обществом разрабатывают экскурсионный курс «Архангельск. Город воинской славы». Это все воспитывает уважение у жителей Архангельской области к своей земле. Это все воспитывает уважение и любовь у всех жителей России к своей родине. Что касается ближайших планов, то среди них 75-летие со дня прибытия в Архангельский порт первого союзного конвоя «Дервиш». Этот большой юбилей Россия отметит в следующем году. Впрочем, уже в 2015-м в Поморской столице будет открыт памятник северным конвоям. Приедет посол Великобритании, посла Соединенных Штатов, участники северных конвоев англичане, американцы, с Санкт-Петербурга, с Москвы, наши. То есть, было порядка 40 человек. Это событие такого уже получается международного значения. Они от 1 сентября посетят школы наши. Вот эти все события, они как раз стали бы основой для начала нашей работы по Мечельского совета. Установка мемориальных досок, экскурсий по местам боевой славы, вахты памяти и развития поискового движения. План работы регионального отделения военно-исторического общества полон не просто акциями, гордостью за подвиги наших земляков, памятью, курс на которую взят и сбиваться с которого историческое преступление. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.